Губернатор Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое уникальный детский сад. Это первое дошкольное учреждение на Ямале, в котором созданы все условия для детей с особенностями развития. Они будут посещать Винниклюзию вместе со своими здоровыми сверстниками. Детсад построен в партнерстве правительства округа, администрации города и компании Винтерсхал. Концепция Винниклюзии объединила в себе лучшие отечественные и немецкие практики. Чтобы работать здесь, более 40 педагогов прошли специальную подготовку. На открытии побывала и наша съемочная группа. Здесь они будут расти и развиваться вместе. Дети с особенностями и их здоровые сверстники. Винниклюзия готова принять 200 малышей, 50 из них с ограниченными возможностями. Необычный детсад, партнерский проект города, округа и компании Винтерсхал. Во-первых, он такой единственный у нас на Ямале. Он очень красивый, он очень необычно сделан. И уверен, что мы все уже в этом убедились. И у него очень необычная задача. Он инклюзивный детский сад обязан объединять детей самых разных, разных возрастов, с разными особенностями. И с одной лишь задачей, чтобы у всех было счастливое детство. Я вам все пожелаю, что такие проекты, как Винниклюзия, стало бы больше не только в России, но и в всем мире. Поэтому мы вместе отберем. Спасибо. Получив символический ключ от детского сада, сотрудники ведут гостей на экскурсию. Им есть что показать и чем удивить. Зимний сад, залы двигательной активности, центры комплексной помощи, объединяющие логопедов, психологов, дефектологов, тьютеров. У нас на сегодня есть медицинские работники в нашем штате. У нас есть широкая инфраструктура по оздоровлению детей и больным. У нас на датчике на городе, физиотерапевтический кабинет, на датчике, соленая комната. Безбарьерная среда создана во многих детских садах Ямала. Но специализируются они, как правило, на одном типе заболеваний. В Винниклюзии есть условия для развития и социализации детей с различными особенностями здоровья. Чтобы работать с такими малышами, более 40 педагогов прошли специальную подготовку. В Винниклюзии взяли на вооружение педагогическую систему Марии Монте-Сори. Здесь каждый ребенок занимается только тем, чем ему интересно. И это занятие не просто игра, а серьезная работа. В распоряжении воспитанников целый блок мастерских естественно-научного гуманитарного цикла. Искусство – это две мастерские. У нас Петра Чайковского, где дети могут музицировать, и Веснецова, где они могут пробовать себя, как юные художники. Это мастерская интеллектуального центра Софьи Ковалевской, где у них достаточно широкий спектр различного развивающего оборудования, для того, чтобы они могли готовиться к школе. Это мультстудия. Еще одна особенность – разновозрастные группы. Братья и сестры тут всегда вместе. Младшие берут пример со старших, а те, в свою очередь, учатся заботиться о малышах. Мы уже, в принципе, занимались по этой методике. Нам очень понравилось, что развивает ребенка самостоятельность и больше приучает. Еще нам нравится, что используются все натуральные материалы, то есть дерево, мы заметили. Так у нас в группе тоже все из дерева, то есть натуральные материалы, нету пластика. Чем хороша Монте-Сори система? Тем, что здесь, вот вы даже видите все, что настоящие материалы. Все, настоящий тот же молоток, все сделано под детскую руку. И если ребенок этим молотком заколачивает настоящий гвоздь и настоящий деревянный чурбачок, он получает от этого радость. Здесь все необычно. Огромные рекреации с игрушечной мебелью, прогулочные веранды, бассейн. Неудивительно, что дети даже домой уходить не хотят. Я приехал в этот детский сад и слышу такой плач на третьем этаже ребенка, подхожу, что случилось. Я не хочу уходить домой. Еще садик только начинает работать, а ребенок уже не хочет уходить домой. Это очень здорово. Значит, здесь сформирован уже хороший коллектив, хорошая атмосфера. Здесь педагоги скорее помощники детей, чем воспитатели. Их задача понять, что интересует малыша и создать все условия, чтобы раскрыть его способности. Для своих воспитанников Винниклюзия обещает стать вторым домом, любимым и желанным.